Итоги уходящей среды подводят наши корреспонденты и я, Мария Белесневич. Смотрите сейчас. Безопасные услуги. Гигиенисты продолжают мониторить объекты сферы обслуживания. Несмотря на снижение эпид-процесса, необходимо не забывать про меры профилактики. Кто на контроле? Исследования за 45 минут. В национальном аэропорту будут выполнять только экспресс-ПЦР-тесты на коронавирус. Какая стоимость? Жить и помнить в театре драмы и комедии прошел необычный вечер. Чтобы ценили мир, то спокойствие, которое сейчас есть. Что звучало со сцены? А также бал выпускников, бесплатные консультации и ненастный прогноз. Синоптики на четверг объявили оранжевый уровень опасности. Из-за чего? Здоровое правило. О пользе ношения маски, обработке рук антисептиком знают даже дети. Ведь через подъезд многоквартирного дома или парикмахерское кресло ежедневно проходит десятки людей. Как соблюдаются антиковидные меры, проверила Ольга Васенда. В 67-м доме на Лыньково плановая дезинфекция. Валентина Хаустович за день успевает убрать как минимум пять подъездов. Протирает кнопки, дверные ручки, поручни. Кроме того, проводит на каждом этаже влажную уборку плюс лифт. Я уже привыкла, я больше года работаю уже. Так сразу трудно было. Сейчас успеваю. Нормально. Наши уборщицы в определённом снаряжении. То есть обязательно должна быть маска, перчатки, головной убор. А это парикмахерская на Советской. На входе стоит антисептик на полу стоп-линия. Сотрудники в масках. В наличии есть средства индивидуальной защиты и дезрастворы. График уборки помещения и журнал об измерении температуры тоже в порядке. Клиента мы предлагаем в основном по предварительной записи, чтобы не было очереди. Кресла, инструменты и рабочая поверхность также обрабатываются специальным раствором. А значит подстричься можно безопасно. В случаях необходимости посетителю разрешено снять маску. Несмотря на снижение эпид-процесса, необходимо не забывать про меры профилактики. То есть, ношение масок и личную гигиену. С начала года гигиенисты обследовали 59 объектов бытового обслуживания. Нарушителям выданы рекомендации. Вынесено два предписания при становлении и оказании услуг. Ольга Васинда, Дмитрий Шевцов, Бобруйск, 360. Минздрав в Беларуси обновил статистику по COVID-19. За минувшие сутки зафиксировано 914 пациентов с положительным тестом на коронавирус. Всего с начала пандемии заразились 417 189 человек. В национальном аэропорту с июля будут выполнять только экспресс-ПЦР-тесты на COVID-19. Их можно пройти при наличии авиабилета и электронной регистрации. Запись на тестирование будет открываться ежедневно на один день вперед на сайте Минского городского центра гигиены и эпидемиологии. Стоимость исследования для резидентов в Беларуси 67 рублей 43 копейки. Оранжевый четверг, новый больничный и продуктовая корзина. Март продлил регулирование цен на социально значимые товары. Громкие заголовки дня далее в специальном обзоре. Александр Лукашенко принял участие в торжественном открытии Республиканского бала выпускников. На традиционные мероприятия приглашаются лучшие дипломанты вузов со всей страны. Президент поздравил молодежь с окончанием столь важной страницы в жизни и пожелал в дальнейшем достигать успехов с такими же горящими глазами и справедливым отношением к делу и людям. Беларусам окажут бесплатную правовую помощь. Акция пройдет 1-2 июля. Она приурочена к празднованию Дня Независимости. Консультировать граждан будут нотариусы, адвокаты, сотрудники ЗАГСов и Фонда социальной защиты населения. Приемы специалистов пройдут по всей стране. Минздрав и Минтруда вносят изменения. Теперь, если человек, уже находясь на больничном, заразится COVID-19, либо получит бытовую травму. Нужно открывать новый лист нетрудоспособности. Еще одно нововведение по беременности и родам больничные можно открыть в стационаре. Изменения вступят в силу 23 июля. Март продлил регулирование цен на социально значимые товары до 23 сентября. В список входит почти два десятка позиций, в том числе гречка, маргарин, варенок, опченая колбаса, свежий чеснок. В постановлении предусматриваются также изменения. Исключается регулирование цен производителей и импортеров на детское питание, соль, черный чай и растворимый кофе. Завтра в Беларуси прогнозируются грозы и жара. Синоптики объявили оранжевый уровень опасности. Местами ожидаются сильные ливни днем в отдельных районах Град и шквалистого усиления ветра порывами до 20 метров в секунду. Днем по восточной половине стороны воздух прогреется до плюс 31 градуса. Жить и помнить. Накануне областной театр драмы и комедии погрузился в военную атмосферу. На сцене выдающиеся актеры, певцы и танцоры. В зале неравнодушные к прошлому и будущему жители. В программе «До боли. Знакомая темная ночь», лирика «Весна 45-го года», молитва «Полчаса до атаки» и «Жди меня». Так Бобруйск завершает празднование дня освобождения от немецко-фашистских захватчиков. Каждый человек, который помнит, кто он, историю своего города, своей страны, он адекватно может оценивать нынешнюю ситуацию. Ну, в любом случае. То есть мы всегда базируемся, за счет нашей памяти мы понимаем, что происходит сейчас. Мы сделали памятный вечер, именно вечер, не концерт, для того, чтобы люди вспомнили, что война – это страшно. Чтобы ценили мир, то спокойствие, которое сейчас есть. А уже 3 июля вся страна отметит День независимости. В Бобруйске праздничные мероприятия начнутся в 10 утра. В 11 на площади Победы возложат цветы к памятнику танку на могиле генерала Бахарова. Также пройдет движение «Подари новорожденному вышиванку», «Флэшмоб «Я люблю Беларусь», конкурс «Автоледи»» и праздничный концерт. Завершится торжество в 23.00 акции «Споем гимн вместе». Рост до 15%. Речь об изменении предпочтений россиян в приобретении недвижимости за рубежом. За последний год на столько процентов больше сделок заключено по реализации объектов крупнейшего белорусского застройщика. Как привести на наш рынок новых покупателей жилья и создать условия для работы в Минске российского бизнеса? Развитие международного инвестирования в строительную сферу обсуждали в эти выходные на специализированной выставке в Москве. Нашу страну представлял известный застройщик, реализующий знаковые проекты в белорусской столице. Москва «Небоскребы Москва-Сити» – международная выставка зарубежной недвижимости «Москва's Premier International Real Estate Show». Крупнейшая экспозиция зарубежной недвижимости в России. В этом году 30 стран. Беларусь представляет известный застройщик и фактически на центральном стенде. Россияне активно инвестируют в недвижимость в Беларуси, в жилую и коммерческую. Это простой способ приумножить средства, учитывая большую доступность недвижимости в Минске, чем в Москве. Сегодня в связи с пандемией у российских инвесторов приутих спрос на зарубежную недвижимость по понятным причинам. Потому что сложно выезжать, снизился оборот рынка недвижимости. Поэтому основное внимание уделяется, конечно, тем странам, которые находятся рядом. И тем объектам, которые обладают характеристиками, которые нужны не только для проживания, но и в том числе для инвестиций. И в этом смысле недвижимость в Беларуси как нельзя лучше подходит для россиян. Потому что, как мы знаем, инвестиции в недвижимость, они имеют две составляющих – доходности и риски. И вот в связи с тем, что наши народы близки, да, так сказать, и хорошие политические отношения, риски как бы нивелируются. Офис группы компании «Авентин» расположен в Санкт-Петербурге, но работает она по всей России. Есть анализ спроса на белорусскую недвижимость в условиях, когда россияне почти перестали покупать квадратные метры на Западе. Самые популярные инвестиции – это в жилую недвижимость, да, причем в объекты небольшой площади, это студии, это однокомнатные квартиры. Следующие по популярности идут апартаменты, которые очень хорошо показали себя в России. И потом только объекты коммерческой недвижимости. Это в основном для тех предпринимателей, бизнесменов, которые заходят со своим бизнесом в Республику Беларусь. Есть и прогноз – спрос будет расти. В России заканчивается период льготного кредитования. Мы знаем, что с 1 июля, да, так сказать, льготная ипотека претерпит определенные изменения. Значит, будет выше ставка, будет больше процент и, соответственно, будет меньшая сумма, которая будет выделяться на льготное кредитование. И, соответственно, на те 3 миллиона, которые можно будет получить ни в Москве, ни в Питере, к сожалению, уже ничего не купишь. А в Белоруссии, в Белоруссии – это как раз те деньги, которыми можно закрыть приобретение однокомнатных, двухкомнатных квартир. Несколько месяцев назад застройщик заключил соглашение с рядом российских риелторских агентств. Сейчас можно говорить о первых результатах. За время нашего сотрудничества, безусловно, мы увидели интерес к белорусской недвижимости. И если проводить аналитику, например, с прошлым годом, за эти полгода спрос увеличился на 10-15% у российского покупателя. Минскворл – это современная архитектура, развитая инфраструктура. Наибольший интерес к жилью в Минскворл. Портрет покупателя из России – молодые люди до 35 лет. Сразу по несколько объектов выбирают более опытные инвесторы. В Белоруссии очень выгодно вкладывать недвижимость. То есть если мы сравниваем цены в Москве и в Белоруссии, они намного выгоднее. То есть ты можешь купить сразу 2, 3, 4 квартиры и сдавать их в аренду, объединить. Поэтому с точки зрения востребованности белорусская недвижимость, она на российском рынке популярна. Учредитель и генеральный директор агентства «Авангард недвижимость» Арман Барикян рассказывает, что жилые комплексы в Минске продаются хорошо. Играет качество, многофункциональность и доступность. Первое – это красота и современность самого комплекса. Второе – это цена. И тут нужно заметить сочетание, соотношение цены и качества. Очень важно. Значит, инвестиционная привлекательность у нас на четвертом месте и быстрая окупаемость. Плюс высокая доходность выше банковских депозитов. Люди интересуются активно проектом «Минскворк». Многие уже купили квартиры. И индивидуальные предприниматели интересуются коммерческой недвижимостью. Выставка – прежде всего форум профессионалов. Каждая встреча – новые соглашения. Результативность высокая. Смысл проведения данных мероприятий заключается в физическом контакте между инвестором и, соответственно, девелопером. Частные инвесторы. Частные инвесторы, которые ищут дополнительные какие-то формы инвестиций. Они заработали капитал, они ищут способы диверсифицировать их капиталовложения. И это в первую очередь частные инвесторы, которым нужно обезопасить свой капитал в первую очередь. Убедиться в его, может, небольшом, но стабильном потенциальном росте. Работа форума продлилась всего два дня. Но этого вполне достаточно, уверены профессионалы рынка недвижимости, чтобы завершить начатые переговоры новыми контрактами и перейти к следующему. Инвестиционная отрасль восстанавливается после пандемии и уже в этом году сможет вернуться к доковидным показателям. Это значит, что спрос на квадратные метры будет снова расти. Это все и события к этой минуте. Смотрите нас в интернете и в соцсетях. Мы в эфире каждый будний вечер. Счастливо! Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok